Всем привет! Сегодня произошло нечто очень странное. А я тут снимаю видео о том, как я ем 24 часа острую еду, понимаете ли? Я моргаю, спросите. Очень-очень-очень острый суп. Острый песок. Я вам вообще скажу, выжила я или нет. В общем, сегодня у меня возникла очень-очень странная идея. Я решила, что я буду 24 часа есть только острую еду. Бля, не надо. Пожалей свой желудок. Я буду снимать это видео. Как раз-таки история олигарха, она натолкнула... Задумайся. Она натолкнула меня на то, что нужно снять это видео, потому что, короче говоря, вчера мы ходили кушать, и он заказал себе спайси суп. Это была жесть. И когда он ел спайси суп, у него просто текли слезы из глаз, и я тут очень орала. Поэтому потом я решила, что я должна тоже снять такое видео, где я целый день буду есть только острую еду. Так что я надеюсь, что я не убру, а желудок не покинет чат. Желудок покинул чат. Расскажи, что было потом, что она нас есть еще утро. Живот у него болело на следующее утро, и он еле мог снять с кровати, потому что было очень-очень неприятно. Но я не знаю, зачем я снимаю вообще это видео, поэтому поставьте лайк за мою очередную тупость, и давайте уже приступим. В общем, сегодня я, так как жару только исключительно острое, нужно что-то еще взять с собой в поезд. Да, внезапно мы сейчас едем на поезде, куда? В Пусан мы едем, зачем мы едем, я не знаю. Но я сегодня ем только острое, поэтому в поезде должна тоже взять что-то с собой острое и вонять. А женщины идут в Макдак. А что есть остров в Макдаке? Ладно, посмотрим местный Макдак. Окей, мы, допустим, берем это с собой. Что здесь есть? Здесь есть корейский язык. Макдак это вообще не... Не-не-не, острово я тут не нашла. Мы нашли Данкин Донатс, но это не то, ради чего ты приезжаешь в Сяул. Типичный напиток Кореи. Кстати, смотрите, какие здесь реально пончики милые. Они совсем выглядят не так, как у нас. В общем, походу, ситуация такова, что нет ничего острого, это полное отстойство. Знаете, что я нашла? Вот не надо меня сейчас осуждать, потому что я должна что-то поесть. У нас очень-очень-очень длительный переезд. Я нашла арахисовый карамельный латте. Вообще, что за жесть? Мне кажется, это еще хлеще, чем острое, поэтому давайте его попробуем и заодно я поделюсь впечатлениями, что такое арахисовый карамельный латте. А вот эта вот женщина, которая стоит позади меня, она заказала сладкую кукурузку, карамель латте. Что? Будем тестировать. В общем, вот эти напитки богов. Давай, тестируй, говори свое мнение. Это кукурузный пошел. Милкфейк со вкусом попкорна. Ага, а теперь я пробую. Я вообще не понимаю, на что это похоже. Это похоже на сникерс? Это реально на сникерс похоже, вот и фак. Ну, мы, короче, приехали в китайский квартал. Смотрите, тут все оформлено очень интересно. Но в китайском квартале одна, блин, русская кухня. Моя задача сегодня есть все острое. Почему здесь русская и узбекская кухня? Это что? Вот что происходит? Вообще шашлык. Все, что происходит, очень странно. Где я буду есть острую пищу, е-мое? Прям с того, что тут просто название, русские имена. Я говорю, сейчас точно найдем Катюшку. И вот, нашли Катюшку. Хотя, помогайте нам, пожалуйста. Я все еще надеюсь найти острое, но пока острое не подается, то посмотрите на эти булки. Они такие аппетитные, выглядят очень круто. Подождите, у нас тут коррективы, это же булка с кимчой. А кимчой, это что? Это острое. Так, что ж, я взяла мою булку с кимчей, сейчас я буду ее пробовать, но выглядит она, конечно, очень вкусно. Пока не острая, но это всего лишь тесто. Как думаешь, тут начинки нормально будет, или они зажмотили? Зажмотили. Так, ставка зажмотили, а я думаю, здесь будет нормально. Вкусаю. Зажмотили на максималках. Это как пещера какая-то, просто. Мы пришли к выводу, что это острое не совсем острое, поэтому на этом еда только начинается. Нужно найти больше острого. Мы приехали в другой город. А я тут снимаю видео о том, как я ем 24 часа острую еду, понимаете ли? Хорошая. Тут очень много всяких разных штук. Но очень мало острой еды. Теперь нужно найти себе ужин. И мы сейчас едем в такси, чтобы найти какой-то, да, какой-то острый ужин, чтобы я могла снимать контент. А люди вскрываются, просто сидят, потому что мои все эти очередные задумки, они всех радуют. Вот мы и пришли вечером в ресторанчик. Итак, здесь из острого есть вот это. Плюс я попрошу себе дополнительно спайси. И еще мы возьмем вот креветки, и они тоже будут в остром соусе. Так что сейчас у меня будет острый ужин. И вот, собственно, мой суп. И я должна в него добавить еще много перца. Поэтому, смотрите, вот перец, вот мой суп, и я сейчас буду его так делать. У всех тут такие лица просто, они сходят с ума. Вот, смотрите, людей просто заразило. А кого ты сегодня утром живот болел, да, Маша? Да. Кому-то было плохо. Я еще раз ляпнула нормально. Так, ладно, давайте попробуем эту суперостру лапшу. На самом деле, она реально вся красная уже. Ты зря, наверное, просто добавила себе столько перца. Писас, мне кажется, мой желудок сдохнет просто. Ах, кислота. Стучи мне лучше, я на это согласилась. И вот теперь тут есть креветка, и она как бы обычная. Но смысл в том, что вот этот вот соус, который к ней подается, он максимально уксусный и перечный. И сейчас я буду это пробовать. Мне кажется, я сейчас просто умру нафиг. Ну, пахнет вкусно. Он острый, но совсем не такой, как на фоне остальной еды, которую я сегодня ела. Это Кока-Кола специальная чили-версия. Меня Алиса заставляет. Помогите, я моргаю, спросите. Острый песос. Вот что я сказала. А я заставила ее это повторить. И просто глаза, посмотрите в эти бездонные глаза. Слезка пошла, покапала. Так, вечер продолжается. Как видите, я уже в пижаме. И теперь нужно поесть вечернюю еду. Потому что как не поесть перед сном? Вот только не говорите, что вы не едите перед сном. Потому что я точно знаю, что, возможно, вы прямо сейчас перед сном смотрите это видео и что-нибудь едите. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, а у меня тут есть вот что. Лот номер один. Острая штучка. Лот номер два. Острая дрючка. И лот номер три. У меня здесь есть вот такая вот фигня. Эта фигня что-то типа... Я сломалась. Гулеша. Как она выглядит, сейчас я вам покажу. И я взяла самую острую. Все люди очень сильно удивляются, когда я так делаю. Ну, то есть, когда я открываю упаковку зубами. Ё-моё! Во! Здесь, значит, вот там вот суп. Вот здесь вот к нему рис. Рис нужно греть в микроволновке. У меня это в микроволновке, поэтому я смешиваю рис и то, что здесь есть. То есть супы супер острый супчанский. Давайте покажу вам, как все это выглядит. А потом, когда я поем супчанский и пострадаю, я поем вот это и пострадаю. А вы зачем-то все это будете смотреть. Но зато я скажу вам, насколько это вкусно или не очень. Как видите, там есть сырые овощи. Ну, то есть, не то, что они сырые, они не сырые. Они именно, что влажные. То есть, это настоящие овощи. Видите? Это фасольки. А это ростки сои. А это сама суповая смесь. О, блин! Она очень остро пахнет. Я сейчас понюхала. По цвету вы увидите, что это будет что-то нереально острое. И сейчас я все это туда засыпаю. А вот и пошел рис. Видите? Он тоже же вареный. Совершенно готовый. Это очень вкусно и очень-очень удобно. Не понимаю, почему у нас до сих пор нет такой еды. Просто оцените этот красный цвет. Вы вообще просто видите, насколько это красный, очень-очень-очень острый суп. Ладно, время есть суп. Вот, фух, пожелайте мне удачи. Потому что он выглядит очень опасно. Уж очень он красен. Ладно, беру без риса. Просто хлебаю, пробую. Ой, жесть, ой, жесть. Это очень жесть. Это, наверное, одна из самых очень острых ед, которые я сегодня ела. Настолько, что, кажется, повредила свой мозг только что. Но вкусно. Ням. Очень вкусно. Но очень остро. Но самое ужасное для меня это не острость, а вот эти маленькие-маленькие грибочки. Не люблю грибы. Боюсь их. У меня есть страх. Страх грибов. Ладно, продолжаю. Когда тебе и вкусно, и острое одновременно. Я думаю, вы видите, какого цвета стали мои губы. Они просто красные стали. И не потому, что я накрасила их помадой. Я не такая поехавшая, чтобы на ночь губы красную помаду красить. Давайте теперь попробуем продолжить всю эту историю вот этими штуками. Блин, походу они не острые. Потому что... Что это? Что это такое? Не. Это вообще не острое. Я не могу это есть. Но в том плане, что мне нельзя это есть. Давайте попробуем вот это. Надеюсь, это будет острое. Потому что здесь уже есть чили и все такое прочее. Но это уже пахнет остро. Оно выглядит вот так вот. И очень, кстати, прикольный вид имеет. Это очень вкусно. Но совсем не остро. Вроде не остро, а вроде почему-то подавилось. В общем, ребята, спасибо большое за присмотр. Ставьте лайки, лайки, классики, пальцы вверх. Не забудьте написать, какой тип еды вы бы еще хотели, чтобы я прожила. И подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что завтра после того, как вы посмотрите видео, я вам вообще скажу, выжила я или нет. И что с моим желудком. Надеюсь, я не помру. Но если помру, то помните, что пока я жила, я вас любила. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Надеюсь, завтра увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok